Идея пришла где-то года три назад, когда, наверное, я переехал в Алмату, закончил свою учебу. И во время пандемии ушел из жизни мой отец. И как-то вот, находясь в этом состоянии, не зная, что делать и как рефлексировать, я почувствовал, что некая такая связь с космосом, наверное, она была потеряна. И вот, наверное, из этого момента, из этого настроения родился такой клип. И он не настолько про меня, он, наверное, про ощущение того момента, когда ты не знаешь, что за углом тебя ждет и куда дальше идти. И важная часть этого клипа, это когда друг приходит на помощь новому сироте, показать, что и в этой ситуации есть какой-то свет. И этот свет, по факту, я пытался изобразить в этом клипе. Мы рисовываем вот так клипуем всего. Здесь, короче, как-то флаг, флаг рисуем. Вот так, я хочу тебя. Это же пара слов было. Сына оратор, да? Центруйтесь, да? Давайте, приготовились. Камера. И поехали. Ну, всем привет. Меня зовут Женя Морева. Я исполнительный продюсер студии «Кора» и непосредственно этого клипа. Вот. И первый раз я прочитала тритмент, наверное, летом 2022 года. И мы как-то так об этом поговорили, что было бы неплохо когда-нибудь его снять. И Адлет говорил о том, что он уже показывал тритмент Герке Булану, нашему генпродюсеру. И что он каким-то образом тоже его тронул. Ну, очень давно мне как-то Адлет прислал идею, рассказав, что это такая для него очень личная история. И такой проект мечты, который бы он хотел реализовать. И мы как-то с самого начала знали, что эта история будет сниматься под композицию Молдын Азара. Вот. Потому что, ну, у него есть одна композиция, которая подходит очень хорошо под эту историю. Мы, Адлет, в 2016-2017 годы, были в Бени Баян. Мы, Адлет, в этом году, мы были всяком. Всяком году мы были всяком. Но, в 몇 числе, мы были всяком. Когда первая месяц года, мы поедем, мы отыр fresе вместе с Адлет. Таким образом, мы делаем клип. Как я говорил, сначала родилась идея. Родился клип. А затем мы уже под клип писали песню, находили артиста. И в этом плане Галман, наверное, послушав историю, изначально посмотрел на эту историю не как музыкант, композитор, а как отец. И он сразу загорелся, предложил свою помощь и вовлечение в проекте, за что огромное спасибо он поддержал. Это очень редко делается, но Галман, наверное, один из немногих людей, который пишет под идею песни, если ему нравятся сюжеты. В этом году, в 2018-м году, в 2018-м году, появлялся хайванты. В этом году, в 2018-м году, в 2018-м году, где-то из первых людей, в 2020-м году, в 2018-м году, где-то предыдущие тушиться на работе. Моя супруга рожала, я был на партнерских родах, и мы после родов несколько суток еще находились в роддоме. И после родов, первые несколько дней, меня окутывали какие-то невероятные эмоции, которых я никогда не испытывал. Я почему-то сразу почувствовал ребенка своего, у меня начали какие-то переживания появляться. Я ночью лежа в роддоме не мог уснуть, потому что думал, ей от роду пару дней, а я думал о том, кем она будет, как она вырастет, какое образование дать и так далее. Ну, наверное, это стандартные такие переживания на первых этапах жизни ребенка. И тут я вспомнил про идею атлета. Три года назад я, как написал этот клип, я его скинул Ельке Буану, Крыжбаеву, продюсера Хара. И он сказал, что он его посмотрел, и как-то мы все забыли о нем, потому что, мне кажется, мы были не готовы, или я был не готов, в принципе, браться за эту тему. И там спустя три года он мне написал сообщение, тегнул мой тритмент и написал, актуально ли это. Я написал ему «Да». Что такое? Он говорит, давай снимать. И, кстати, большая благодарность фонду САБИ, которые поверили в эту идею, поверили именно в нас. САБИ, САБИ, САБИ. САБИ, САБИ, САБИ. САБИ, САБИ. САБИ, 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 САБИ. САБИ, 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 САБИ. САБИ, 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 САБИ. САБИ, 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 САБИ. САБИ, САБИ, САБИ. САБИ, 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 САБИ. В общем, приезжает в детский дом новый мальчик, который вот-вот осиротел, у него не осталось никого. И, как и все, наверное, нормальные люди, в этом состоянии он закрывается до всего мира. И у него ощущение одиночества, которое передается в клипе при помощи его страхов, его кошмаров. Да, у главного героя есть мир, в котором он живет и мир, в котором он себя ощущает. Это есть детский дом про образ одиночества и безвыходности главного героя. А кошмары — это второй мир, в котором он себя ощущает. По факту он живет не в настоящем, а живет со своими кошмарами в голове. И монстр как раз-таки аллегория, какая-то метафора на это одиночество. Поэтому было решено делать два мира, но если так приглядеться, два мира особо не отличаются. Они оба темные, оба мрачные. Просто кошмары — это более фантазийная такая часть этого клипа, в котором наш главный герой борется, бежит от своих кошмаров. На самом деле референсы как такового не было. Были какие-то вводные данные, что это страх ребенка, который попадает в детский дом. Мы постарались как-то это более-менее пропустить через себя, насколько это было возможно. В детском доме его замечает как бы его будущий друг, это наш второй главный герой. И он как бы спасает нашего мальчика от этого одиночества и показывает ему место, в котором он может похоронить, наверное, свои страхи и научиться жить дальше. В конце мая 2023 года мы потратили четыре дня и сняли этот проект. Очень долго искали локации, потому что сначала в голове у дежиссера было одно. И мы в силу каких-то, не знаю, моментов, связанных со временем, с деньгами, пытались все это перестроить, переиначить. Но по итогу нашли классные локации, которые нам позволили как-то оптимизироваться в процессе и буквально там в одном месте снять. И сцены, которые происходят в реальной жизни и сны нашего главного героя. Поэтому, да, спасибо, что в какой-то момент реконструкция железнодорожной больницы остановилась, и нам удалось вот там все это практически без участия художников снять это вот так, как есть. Абиш очень долго ходил с этой идеей, он ее хотел несколько лет снимать. И вот, когда я получила сценарий, когда мы все сели думать, что же это может быть, я почему-то сразу представляла какой-то старинный, классический такой детский дом, который мы все видели на экранах в американских фильмах. Но это все была не наша история, и мы ушли от этой темы, стали искать локации, и это были такие старые советские здания. И то есть таким образом сложился вот этот вот художественный мир, то есть вот эти детские дома. Возможно, в Казахстане они не такие, как мы их показываем, но у нас сложился вот такой постсоветско-казахстанский такой образ детского дома. Ну, в принципе, было очень тяжело найти того самого мальчика, который будет и отыгрывать хорошо, и в глазах которых мы увидим то самое одиночество, который будет, так скажем, потерян, да, его взгляд должен был быть потерянным. Мы где-то сколько? Два-три месяца, наверное, усердно искали нашего главного героя. И спасибо нашим кастинг-менеджерам, которые нашли очень чудесного мальчика, который на протяжении четырех смен и при продакшене, подготовке он вел себя очень адекватно, никогда не жаловался. Я надеюсь, что ему было очень интересно, потому что я сильно сблизился с ребенком. Сложность была в том, чтобы объяснить ребенку, что такое потерять родителей. Проект мне пришел от моего самого любимого продюсера Жени Моревой. И проект был такой, что это социальный проект, не коммерческий, но в тритменте режиссера были такие важные строчки, что если благодаря этому проекту хоть один ребенок будет усыновлен или у кого-то в голове зародится мысль о том, чтобы усыновить ребенка с детского дома, то это стоило того, работа. Я абсолютно полностью с этим согласна. Эти слова, наверное, как бы они отчасти даже зацепили, потому что, да, было понятно, что проект не коммерческий, несмотря на занятость, несмотря на какие-то параллельные проекты, было интересно его сделать. С главным героем действительно получилась такая история, что режиссер сначала не очень обратил на него внимание. Ну, я думаю, что он ему показался слишком актером, то есть таким мальчиком, который переигрывает чересчур. У него это есть, но мне было понятно, как кастинг-директору, потому что я работала с этим ребенком на кастинге, и я понимала, что он регулируется. То есть он подлежит, его можно убавить, можно прибавить, и у него достаточно широкий диапазон. Поэтому, несмотря на то, что его не приглашали на коллбек, я его все-таки на коллбек пригласила, и вот бинго случилось. Мне кажется, мы попали в роль. Он прям, ну, он запоминающийся, он яркий типаж, и он действительно вызывает бурю эмоций. То есть он, и интересно на него смотреть, и он сделал все то, что нужно было по задачам, справился. И соответствует каким-то, с одной стороны, и стереотипным восприятиям ребенка в детском доме, и с другой стороны, все-таки не стереотип. То есть он все равно яркий, он все равно другой, он все равно интересный. На самом деле референса как такового не было. Были какие-то вводные данные, что это страх ребенка, который попадает в детский дом. Мы постарались как-то это более-менее пропустить через себя, насколько это было возможно. Сейчас, наверное, когда релиз клипа будет вот-вот, мало кто задумается о том, что тот монстр, который вошел в работу, был не единственный. Их было, если я не ошибаюсь, пять или, может быть, даже семь вариантов. Наша прекрасная во всех отношениях художница Луиза нарисовала после бурного обсуждения возможные концепции. Луиза нарисовала возможные варианты монстра. Их, наверное, сложно назвать прям полноценными артами, но это были такие наброски, скетчи. Собственно, мы обсудили все варианты с ребятами. К моему удивлению, среди вариантов оказались забавные варианты, на их взгляд. Хотя, с моей точки зрения, это были, наверное, самые жуткие, которые мы придумали. В общем-то, итоговый монстр получился таким, какой он есть. Наверное, отчасти просто из-за того, что большинство людей выбрало именно его. Хотя, на мой взгляд, вероятно, один из иных концептов был более удачным. Но это лишь мое мнение. Во-первых, для ребенка, для детского неокрепшего сознания, это всегда что-то несвойственное, потому что такого мы не видим. В какой-то момент ребята из нашей студии стали делиться какими-то потаенными детскими переживаниями. И была одна из историй, как одного из наших ребят в детстве испугал бездомный человек. И он был одет в какую-то такую рванину, просто накиданную на него кучу вещей. И нам показалось это круто. Это круто было и с технической стороны проекта, так и с его визуальной, с его подачей. Все в этом плане сошлось. И когда мы стали набрасывать именно вот этот силуэт в ткани, у нас, в принципе, вопросов и не осталось. К тому же, что и Адлет, и Женя, они, посмотрев на это, тоже сказали, да, это то, что нам надо, давайте, круто будем делать так. Ну, изначально задача мне казалась очень интересной, потому что проект воспринимался больше как фильм, нежели как какой-то ролик или даже музыкальное видео. И отношение к нему было как к фильму. То есть, хотелось проявить больше творчества, больше проявить характер актеров через их образы, через костюм. Изначально мы читали, да, была читка, я уже сейчас не помню. Были читки и прониклись, мне кажется, все, не только я, образами и характерами героев. И потом, когда мы уже увидели непосредственно кастинг и актеров, главного актера и его друга, ну, это было просто разбитое сердце, я бы кажется, у всех. Потрясающие ребята, мальчики. Через образы, конечно, хотелось показать атмосферу и настроение главного героя, в первую очередь, и его друга. Кроме зеленого цвета и темных цветов, в нашем фильме есть еще красный цвет. Он был придуман как такой символ мальчика, связи мальчика с собственным счастливым и миром до тех событий, которые привели его в детский дом. То есть у него красная рубашка, в которой он приезжает в детский дом. Потом он оказывается снова в сером цвете. И эта красная рубашка появляется в конце, вновь, когда он находит себя и перестает видеть те страшные образы, которые приходят к нему каждую ночь. Какие-то костюмы мы шили, поэтому как хотелось создать именно тот образ, который мы видели. Например, это была пижамка, начиная, которую хотелось получить именно такой, какая она вышла. И какие-то костюмы мы нашли в архивах наших костюмерных в городе, какие-то подбирались на блошиных рынках. То есть это все винтажные вещи из секонд-хенда, то есть там нет никаких новых вещей. Это было сделано намеренно. И я думаю, что нам удался этот трюк, подход. Бывает по-разному. И был разный опыт конкретно именно на этом проекте. Все было очень слаженно, дружно и сообщая основа. Было классно. И по художке мы научились с Юлей как будто бы понимать друг друга дистанционно. Не знаю, считает ли она так же, но мне так кажется, что мы, не согласовывая какие-то вещи, у нас происходит мэтч такой, и мы попадаем именно в ту историю, которую хотели бы прийти, в ту точку. Что касается шалаша, у нас была задача придумать что-то волшебное, какую-то сказку, куда попадает герой, и там излечивается от своих страшных кошмаров. И это, безусловно, был какой-то шатер, какой-то образ какой-то палатки, какого-то шалаша. Мы знали, что это будут какие-то лампочки, и что из темноты вот это место будет как-то светиться. Но понять, что это будет дальше, и не делать просто шаш с лампочками, для меня это было самое сложное, пожалуй, в этом проекте, потому что нужно было придумать, каким он будет. И ко мне этот образ долго не приходил. Он не приходил ко мне, а потом я случайно увидела одну картинку с разноцветными стеклянными банками, светящимися. И я поняла, что вот, скорее всего, вот эта цветастость, которая появилась, она может у нас быть. И тогда было решено брать стеклянные банки. Это были наши как бы абажуры. И мы с ребятами разрисовывали вручную эти банки. То есть это были наши такие полотна, на которые каждый из членов нашей команды накладывал свои детские какие-то мечты, воспоминания. Это были там и космос какой-то, и какие-то деревья с цветущим садом, и красные цветы. Часть было решено сделать банки, жестяные банки, и мы насверлили в них дырки, и через эти дырки тоже просвечивали, просвечивал свет. И еще дополнительно мы сделали стеклышки. То есть мы подумали, что же, из чего же могут мальчики делать вот этот волшебный мир шалаша. И стали набирать образы. То есть это стаканы из столовой, которые они могли собирать с собой. Это вилки, ножи, ложки. И мы сделали гирлянды из этих вилок ножей. Возможно, они не так сильно считываются в фильме, но мне приятно, что мы их все-таки сделали, и что была такая история. Потом это кусочки каких-то зеркал, которые мы подвесили на одну веревку, и они тоже давали такие блики. И уже после пришла идея, что в этом шалаше должен происходить какой-то ритуал. И мы уже вместе с режиссером придумали, что это ритуал сожжения вот этих вот рисунков, что каждый ребенок приносит туда свою боль, свой страх, и исцеляется путем сожжения вот всех своих страхов и всех своих каких-то страшных образов. По сюжету клипа эта история цикличная. У нас вдруг главного героя уходит с детского дома и приходит новый такой же мальчик, как и в начале клипа пришел наш главный герой. Ну и по сути теперь наш главный герой должен стать тоже таким другом, который поможет, который спасет, должен спасти новую сироту, нового мальчика. На самом деле нету никаких ожиданий насчет реакции каких-то, потому что, во-первых, нам просто хотелось сделать этот проект, нам хотелось рассказать о проблеме, которое у нас, которое есть, да, о которой особо не говорят или не так часто, как мы хотели говорить об этом. Но я всегда говорил всем, что это сеттинг, есть еще и другие моменты, которые мы затрагиваем в клипе. Это, наверное, то, что нужно помогать друг другу, быть рядом и показать, насколько важно находиться рядом с человеком, который нуждается в помощи. Идея была в том, чтобы развернуть эту такую компанию вокруг всего этого и поднять узнаваемость проблемы у общества, что вот есть такая проблема. Как бы все об этом и так знают, но мало кто об этом, так скажем, обеспокоен, мало кто в эти детали вникает. Вот. И я всегда лично очень сильно переживаю, вот когда бывает в инстаграме, сидишь, и у тебя выскакивают какие-то посты, помогите моему ребенку, он болеет, или там еще что-то, или ты элементарно там гуляешь по Панфилово, к тебе подбегают маленькие дети, беспризорники там просят, или там продают салфетки, конфетки какие-то. У меня всегда на такие вещи, как-то, ну, душа болела, я очень сильно переживаю все, что связано с детьми. И цель проекта была о том, чтобы, ну, действительно, чтобы общество, зрители, которые увидят это все, хотя бы, ну, хотя бы, ну, на процентов 10 больше переживали об этом. И если кто-то, кому-то поможет это, или наша работа вдохновит хоть одного человека быть неравнодушным к этой проблеме, я думаю, что наша цель исполнила. Хотелось сказать о том, что изначально, когда мы намеревались снимать не просто музыкальное видео, а немножко фильм о том, как, ну, эту грустную историю о том, что случается в жизни детей, что они попадают, к сожалению, в детский дом. И хотелось бы, чтобы мы знали о том, что есть такие дети и помнили о том, что они тоже нуждаются в любви, и, возможно, кто-то, посмотрев этот ролик, захочет усыновить или удочерить малыша в детском доме. Это было бы здорово. и, возможно, это было бы здорово. Я не знаю, что это было бы здорово. Ну, это такой некий творческий проект, который ты делаешь. И, наверное, тебе хорошо от того, что объединяется столько талантливых людей во имя какой-то идеи, которые верят в нее. Не только вкладывая свою работу, но и душу, они вовлекаются в проект и живут внутри этой вселенной, предлагают какие-то решения. По сути, тяжело сказать, что это работа и идея одного человека. Мне кажется, каждый человек, который вовлекался в проект, он приносил что-то свое, и этот клип, он некий симбиоз всех умов, талантов наших друзей и коллег. Уважаемая группа, всем огромное спасибо за проект. Мы закончили съемки нашего клипа. Все большие молодцы, вы чудесная команда. Всем спасибо. Можно тихо похлопать. Весь этот проект, весь этот музыкальный клип, весь этот путь не состоялся бы без поддержки фонда Саби, которые нам очень сильно помогли в этом. И спасибо им за это. Я думаю, что это не последний наш кейс и начало чего-то большого. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok